Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня вам, хорошего настроения. Наш традиционный небольшой видеообзор. Начнем с этой вазы. Это шедевр. Royal Boon, Германия, XIX век. Франц Антон Мелех. Огромная редкость. Предметы этой мануфактуры. Невероятная роспись. Посмотрите, какая форма ручек. Как оформлена горловина. И вот такое ощущение, что эта техника выполнена в технике 3D. Настолько это объемно. Есть авторская подпись художника, расписавшего эту вазу. Для всех коллекционеров этой мануфактуры и любителей прекрасного. Это у нас уже Франция, Лимош. Также ваза полностью расписана вручную и выполнена вручную. Все детали отлиты вручную по старым технологиям. Также есть авторская подпись художника, расписавшего эту вазу. Золото 24 карата. Есть небольшая патина. Сейчас это легко убирается. Можно почистить, а можно оставить так, как есть. Это у нас Нахтман. Вот такая очень редкая нарезка по хрусталюгры, гравировка. И такой формы, и в таком исполнении бесцветная хрусталь Нахтман встречается очень редко. Я не говорю о других сериях, я говорю конкретно вот именно о таком исполнении. Четыре фужера сейчас в наличии. Тарелка. Это Англия, тоже XIX век. И тоже также роспись выполнена полностью вручную. Здесь монограмма. Прекрасная цветочная поляна у нас здесь собралась. Букет роскошный из чайных строек Майсон. Это чайные трио. Также, конечно, Майсон это всегда ручная роспись. Визитная карточка, их мануфактуры, форма чашки, ручка. Шесть чайных трио. Все имеют клеймо. На каждом предмете стоит клеймо, маркированное. И состояние великолепное. Сразу весеннее настроение. Это вот такие сдержанные француженки. В то же время очень элегантные. Рельефный фарфор. Это Франция, Римош. 1900-1910 годы клеймо. Соответствует этому периоду. Чайные, то есть пары кофейные. 120 миллилитров объем. Вчера мы показывали эти чайные пары. Еще несколько штук сейчас осталось в наличии. Очень редкая серия и дорогая. А вот такие троечки. Роял Альберт. Тоже серия редкая. Из этой же серии сейчас есть небольшая вазочка для конфет, печенья и блюда. Золото также имеет каратность. 24 карата. Есть тоже патина легкая. Щипцы у нас. Это Франция. Они выполнены полностью из серебра. Есть клеймо Минервы. И здесь вот есть тоже монограмма прежних владельцев. Щипцы крупные. Отлично подойдут для льда. Зеркало. Выполнен корпус полностью из серебра. Клеймо здесь стоит. 800 пробы. Достаточно тяжелое, массивное зеркало. И само полотно зеркальное тоже старое, антикварное. Минажница у нас Виктор Саглиер. Вторая половина XIX века. Два отсека. Тоже очень хорошее состояние. Ручки вот тут бантиком оформлены. Вот такие ложки небольшие. Это для специй. Соль, перец. Очень редко они бывают. И всегда востребованы. Англия. Вот эти, обратите внимание. Роскошное блюдо для подачи горячего рыбы. Очень удобное. Такая продолговатая форма на ножках. Отличная сохранность. В салонке. Корпус выполнен полностью из серебра. Франция. Клеймо Минерва стоит. Это ложки, которые я вам показывал уже. Все эти предметы стоят на подносе. Это Франция. Край оформлен в стиле Ракайль. Тоже 19 век, конец 19 века. Очень хорошее состояние у подноса. Нет никаких сходов, ничего. Полотно чистое. Роскошная ваза. Для фруктов, выпечки. Такие крупные ложки или половинки для соуса. Подача гарниров. Это у нас Америка. Посмотрите, как богато декорированная. И ручка. И сам черпак. Это тоже у нас Америка. А это Франция. Вот эта ложка выполнена полностью из серебра. Клеймо также стоит. Это золочение. Сервировочные приборы. Франция. Ручка серебро. Клеймо Минерва стоит на каждом предмете. Хрустальная вазочка-корзинка. Это тоже 19 век. Вот такая очень крупная лопатка. Ручка серебро. Рабочая часть серебрения. Посмотрите, какая великолепная, сложная работа. Приборы для рыбы. Крупная, массивная. И вот этот предмет очень редкий. Подставка для сервировочных приборов. Крупная. Это Кристофель. Все клеймо стоят. Так же есть номер серийный. Предмет редчайший. А вот такой декантер. Полностью ручная работа. Стекло. Ручная роспись. Пастами. Малиме. Сохранность. Сохранность. Сохранность идеальная. Таких декантера у нас два в наличии. Фужеры Доротея Хютте. Крупные фужеры. 22,5 см. Высота. Цвет обратите внимание. Какой красивый. Аметистовый. Все подносы, которые здесь у нас представлены, они в продаже. Диффужеры продаются поштучно. Достаточно редкие формы и редкая огранка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на же ручка перламутр это серебро на рабочая часть тоже серебро вот такое блюдо франция это же вторая половина 19 века такое блюдо для подачи каштанов это крем веры англия предмет редчайший очень редко встречаются тем более в полной сохранности в идеальном состоянии обычно они попадаются с повреждениями очень тонкая работа данная модель есть в каталоге этой мануфактуры блюдо для подачи горячего англия крышка снимается и превращается в два самостоятельных блюдо предмет маркирован состояние великолепное друзья напоминаем вам что у нас есть рассрочка по всем вопросам пишите в директ ватсап телефон указаны шапки профиля также он есть каждой публикации нас один номер телефона других номеров у нас нет сами мы никому не звоним ничего не предлагаем не требуем немедленной оплаты никаких скидок и акции у нас на данный момент нет если мы проводим какие-то акции мы об этом обязательно сообщаем в публикациях и видео обзорах поэтому будьте бдительны и внимательны если какие-то вас предметы заинтересовали и вы хотите получить о них дополнительную информацию фото или видео пишите мы тоже всегда сделаем и предоставим дополнительная информация по предметам также подписывайтесь на наш телеграм-канал переходите пасы по ссылке в шапке профиля и подписывайтесь всем хорошего дня и хорошего настроения спасибо что смотрите нас и и и и Продолжение следует...